будет обучение по технологии прямолинейных продаж это вкратце обо мне я наставник номер один по масштабированию бизнеса я уже 11 лет являюсь предпринимателем со стажем были свои компании и до сих пор есть при этом я являюсь консультантом предпринимателей по масштабированию бизнеса то есть я вывожу компании на международный рынок на соседние регионы масштабирую их вообще в количестве продаж к примеру да то есть если не нужны новые страны и уже достаточно активно этим занимая течение четырех лет если более конкретно по цифрам да то есть то более 700 бизнесов я разобрал 50 стартапов вывел в плюс первом же месяце их работы у меня клиенты в 11 странах мира вывел две компании на рынок сша и канады консультировал структуры яндекс и пятерочки и перекресток помимо этого я старший президент клуб предпринимателей name с азии европа ну и параллельно есть хобби да то есть выступающий спортсмен в категории бодибилдинг и сейчас мы с вами будем разбирать именно технологии прямолинейных продаж под конец мы с вами затронем такую классную тему как якорение состояния потому что наше состояние влияет на все да тут когда мы чувствуем себя прям королями жизни когда у нам море по колено горы по плечо да и как же так сделать чтобы это состояние преследовало у нас всегда ли вы могли его вызвать вот именно просто по щелчку пальцев когда она вам нужно и так поехали сегодня у нас технологии прямолинейных продаж с конверсии 30 процентов а также методы и корень и состояния также вкратце о себе как я уже вам проговорил и погнали дальше по контенту три факта обо мне отец наставник спортсмен план семинара длительность у нас будет 45 минут первое дату с чего мы начнем это самопрезентация так называемый пить он позволяет нашим клиентам сразу понять с кем они беседуют почему вас нужно слушать да и более подробно будем это разбирать уже ниже по презентации с чего начинаем диагностику или звонок выявление точки а истинной боли клиента выявление точки b погружение в нее усиливаем зачем да то есть потому что всегда лучше продавать через зачем технологии прямолинейной продажи технологии петели и корень и и уже ответ на ваши вопросы и дополнительные всякие бонусы двигаемся дальше пить самопрезентация самопрезентация должна быть короткой буквально занимать два-три предложения тут мы рассказываем о себе как давно мы этим занимаемся какие у нас уже есть четкие метрики да то есть результат нашей работы к примеру да всем привет меня зовут виктор воронцов мне 37 лет я уже четыре года являюсь наставником предпринимателей по масштабированию бизнеса разобрал и улучшил более 700 компаний у меня клиента в 11 странах мира вывел две компании на рынок сша и канады вот клиент уже понимает почему ему нужно со мной разговаривать как я могу быть ему полезен почему ему важно меня слушать и дальше он уже будет более подробно задавать вопросы либо более внимательно отвечать на ваши вопросы далее экспертность опыт результаты работы да то есть что вы сделали кому вы помогли какой у вас бэкграунд в каких сферах деятельности вы занимаетесь либо допустим это несколько сфер чтобы клиент понял что к примеру его деятельность действительно релевант на вашему опыту обязательно называть цифры да потому что цифры сразу фокусируют мозг и вызывают больше доверия когда мы говорим просто что вот мы давно этим занимаемся да то доверие у клиента это не вызывает как к примеру если бы я просто сказал что я занимаюсь наставничеством четыре года это конечно классно это немного цифр да но ведь можно за четыре года разобрать одну компанию у меня 700 да то есть я все-таки сделал более тонкий момент то же самое к примеру тот занимается психологией там к примеру 10 лет да это конечно классно но может быть кто-то просто получил диплом психолога 10 лет назад за это время проконсультировал двух человек из своей семьи и на этом как бы все поэтому здесь важно делать фокус на основные метрики которые будут полезны вашим клиентам далее с чего мы начинаем диагностику либо звонок по телефону до знакомства с клиентом и просим ему рассказать о себе причем это нам очень важно для того чтобы перейти на следующий этап да то есть это синхронизацию то есть мы здесь улавливаем что нас объединяет с клиентом возможно он живет в городе который вам знаком возможно вы там были либо он и с той же стороны как и вы либо у него хобби схожие с вашим либо вам допустим понятно его там допустим любовь к кошкам вы видите что у него на стене сзади висит там не знаю ружье либо удочка он там охотника либо рыбак и вы таким образом можете вместе с ним произвести синхронизацию в том числе да то есть как раз следующий этап это синхронизация растопка льда рассказываем что вас объединяет с клиентом это как раз хобби локация опыты бизнесе там к примеру человек занимается хобби у него рыбалка да то есть вы тут здесь можете сказать что да я классно тоже езжу на рыбе и на летнюю и на зимнюю и на холостом там ловлю и вот вот такую вот рыбу поймал да и таким образом человек уже с вами больше знакомится он при этом немного выдыхает да потому что когда клиент к вам приходит на диагностику том все равно в напряжении он сейчас думает а что же меня буду спрашивать какие-то цифры надо будет вызывать он еще вам не доверяет когда вы с ним начинаете разговаривать о простых вещах при этом здесь же можно спросить как погода как настроение как вообще у него день начался для того чтобы человек ответил на простые вопросы да и у него уровень стресса понизился и дальше да то есть как раз мы узнаем проблему запрос который к нам пришел клиент и просим рассказать его более подробно это необходимо да то есть для того чтобы понимать какую проблему мы будем решать в рамках диагностики диагностика это не просто продажа да то есть клиент пришел к вам чтобы закрыть какую-то свою небольшую боль до соответственно мы должны дать ему немного пользы при этом да то есть эта польза должна не полностью закрыть вот прям глобальная проблема клиента но через эту пользу клиент должен нам больше доверять доверять нашему опыту доверять нашей экспертности чтобы уже через это решение маленькой проблемы он пошел вместе с нами решать свою более глобальную проблему и далее мы уже задаем вопрос насколько же человек счастлив на данный момент по десятибалльной шкале и это очень важный момент потому что к примеру боль которую человек называет сам начале не всегда является истинной его болью это та боль которой ему кажется важный но не всегда именно так мы узнаем насколько он счастлив на данный момент если он называет не десятку если десятку мы его хвалим прям огонь молодец просим рассказать почему именно так до чтобы понять какие метрики для него важны в жизни если не 10 то спрашиваем а что необходимо чтобы было 10 и вот здесь как раз мы слышим истинную боль клиента и как я уже сказал она может не совпадать с той причины за которую он к вам пришел ту которую первоначально назвал у меня было много диагностик стратегических сессий когда клиент приходил и грел знаешь вот у меня проблема у меня мало продаж я вот сейчас зарабатываю там миллион я хочу зарабатывать 2 но вот уже уперся в стеклянный потолок и вот уже там полгода пытаясь его пробить и никак не получается и когда я возню сдаю ему вопрос а по десятибалльной шкале насколько ты счастлив тут он во первых не ожидает этот вопрос во вторых он задумывается и тут важно его не торопить и не подсказывать ему варианты ответов он должен сам вам сказать и здесь допустим у меня было такое что человек называл там 78 иногда вообще 6 я у него спрашивал почему так и клиент который изначально жаловался что у него продаж мало говорил мне ты знаешь а я вообще с ребенком мало времени провожу и здесь мы понимаем что проблема не в деньгах клиент более охотно в итоге с нами пойдет дальше если мы помимо увеличения продаж позволим ему еще больше выйти своего бизнеса чтобы больше времени уделять своей семье своему ребенку примеру да то есть это про автоматизацию это про систематизацию это про найм да то есть и здесь мы уже можем вплетать уже в свою диагностику пробрасывать то что мы будем делать допустим на вашем наставничестве к примеру либо как ваш продукт поможет ему решить свою истинную боль и уже будем двигаться именно через нее дальше выявляем точку а да то есть и истинную боль клиента про которую я уже сказал просим подробно рассказать положение дел прямо сейчас что у него сейчас происходит бизнесе что у него происходит сейчас вообще в жизни в чем он видит основную боль и почему да то есть почему он считает что вот именно эта боль прямо сейчас и как давно эта боль появилась это очень важно понять как давно болит потому что если болен увидел только сейчас то нам нужно будет в дальнейшем давать ему обратную связь что вот если он только что появилась тебе нужно моментально решать да потому что сама по себе она не решится если клиент уже давно живет с этой болью он пы он понимает что уровень его знаний не позволяет ему решить самому эту боль и тут нам будет чуточку проще да то есть сказать что мы как раз ему и дадим эту обратную связь спрашиваем как это мешает двигаться вперед и влияет на жизнь да то есть особенно если человек говорит что он как бы ну не полностью полный грудью дышит здесь мы сразу на боли немного дарим да но не углубляемся просим рассказать подробно в деталях да то есть вот выводим на эмоции но не передавить тут самое важное потому что дальше мы будем когда говорить про прямой линейную систему продаж там есть у нас границы состоянии человека да то есть есть верхняя есть нижняя и очень важно не переходить ни через верх ни через низ к этому мы сейчас еще вернемся и сразу предлагаем ему представить какой будет его жизнь если все так и останется очень хорошо выявляет такой вопрос что вот представляете если в течение пяти лет вы будете жить вот как сейчас вас это устраивает а ведь когда летят очень быстро и тут человек начинает понимать что да действительно вот буквально недавно он закончил там не знаю школу института уже прошло там пять десять пятнадцать лет на самом-то деле не так-то многое поменялось здесь важно задавать уточняющие копающие ковыряющие вопросы но опять же таки важно не додумывать за клиентом не предлагать клиенту варианты выбора да потому что если мы начинаем ему предлагать варианты естественно человеку проще выбрать но это не всегда будет его истинная боль да то есть не истинный ответ и тогда у нас продажа не произойдет потому что мы будем закрывать не через существующие боли выявление точки b и погружение в нее на этом этапе мы уже выявляем а куда же клиент хочет прийти как быстро здесь мы понимаем да то есть вообще насколько быстро он хочет прийти и сразу для себя помечаем насколько это реально да то есть если у человека условно говоря 0 или там не знаю сто тысяч а он хочет сделать миллиард через месяц то как бы но это такое себе если человек хочет сделать там x2 x3 в течение месяца то когда мы уже знаем точку а мы знаем какой у него бы грамм что у него на данный момент есть то мы уже понимаем примерно на этом этапе уже через что мы будем идти к результату этой диагностики да то есть как продаж а здесь мы узнаем как давно он идет уже точку b что клиент уже пробовал сделать сам какой был результат если клиент говорит что он уже проходил много тренингов смотрел много видео покупал много курсов здесь мы спрашиваем во первых а какие тренинги курсов и покупали что вы уже пробовали сделать сами почему у него это не получилось и почему он так думает что не получилось здесь нам очень важно да то есть вывести человека на тот вариант что ему не хватило к примеру вашей услуги либо товара который вы предлагаете продаете то есть если вы продаете к примеру наставничество да то есть либо вы продаете какую-то услугу там по клинингу возможную психологию там коучинг нумерологию может быть у вас товары более предметного формата да и здесь мы должны найти те вопросы которые приведут клиента к решению его проблемы через наш продукт либо услугу потому что если клиент покупал много автокурсов авто вебинаров каких-то обучений смотрел много видео здесь мы копаем до тех пор пока он нам не скажет что ему не хватило человека который будет рядом и который будет подсказывать ему что делать дальше таким образом он продает сам себе ваш продукт и вам нужно будет потом его просто дозакрыть дальше просим клиента описать свою жизнь подобно в точке b то есть погружаем его в точку b а какая будет эта жизнь если он хочет машину то какого цвета какой марки какой у него будет салон как будет пахнуть в этой машине какую он хочет поставить там допустим акустику в нее либо к там к примеру кого он будет катать на этой машине куда он хочет поехать первый раз на эту машину чтобы он погрузил себя в эту точку b какие клиент эмоции будет испытывать в этой точке b к примеру как продают машину ferrari да ну во первых там очень элегантный момент продают не машину продает двигатель а машина дается в подарок и это очень крутой маркетинг да и продают через состояние и предлагают ему представить что он едет в этом прекрасном ferrari кабриолете с красивой стройной девушкой и блондинкой рядом океан они едут по серпантину тепло у нее шарфик развивается вокруг шеи и человек уже представляет если мужчина да он представляет как вот он едет как рычит это ferrari как красиво девушка улыбаясь и смотрит на него влюбленными глазами и все он уже хочет эту машину потому что соединили эмоции и товар то же самое продает кока-кола она не продают колу она продает состояние победы после выигрыша футбола она состоит удаление жажды да то есть когда клиент человек поиграл то же самое rolex они продают не часы они продают статус да harley-дэвидсон продают не мотоциклы они продают вхождение в элитный клуб да где можно уже кататься по миру на классном мотоцикле с известной маркой и на определенном уровне уже клубных игроков да и здесь важно продавать через состояние узнаем что хочет получить наш клиент подробно и точно пусть он опишет это узнаем за какой срок он хочет этого достичь да то есть мы как раз я уже как выше сказал мы понимаем адекватность запроса клиента и какова срочность там к примеру если девушка хочет условно говоря похудеть да если вы к примеру тренер по фитнесу либо диетолог эндокринолог либо допустим бьюти индустрия не важно да то есть на самом деле мы узнаем для чего человек хочет сделать это примеру если человек хочет похудеть да то есть то мы привязываем это что он хочет похудеть к отпуску дню рождения свадьбе корпоративу к лету да и сразу прописываем а сколько дней до этого и сразу даете ему обратную связь что вы же понимаете что ну как бы для того чтобы похудеть нужно какое-то время да то есть это нужно определенное количество времени питаться либо там какие физические нагрузки выполнять и человек понимает дата что действительно нужно какое-то время для того чтобы получить результат и здесь вы ему даете обратную связь что что важно начать уже сегодня, потому что если он будет думать неделю, то он может не успеть. Таким образом мы даем срочность, чтобы клиент потом не сказал, ой, знаете, мне нужно подумать, рассмотреть еще варианты, вот я еще недельку подумаю, а потом решу. И тут вы ему скажете, что, понимаешь, через неделю-то может быть уже поздно, ты тогда можешь не влезть в свое платье на опыт, как вариант. Итак, просим закрыть глаза клиента и представить момент получения желаемого. То есть, допустим, девушка в том платье, ради которого она худеет. Либо представить момент свадьбы, либо корпоративу, как она танцует, на нее все смотрят. Либо, к примеру, как человек решил свои проблемы, которые уже с детства мешают ему выбраться дальше по карьерной лестнице. Как он легко закрывает все свои кредиты и дальнейшие обязательства для того, чтобы позволить себе пойти в торговый центр, покупать все, что ему хочется, несмотря на ценники. То есть, если вы коуч по финансам. И тут человек опять же погружается в эмоциональный момент, чтобы опять же через эмоции ему продавать. Как раз и узнаем, какие эмоции испытывает человек в этот момент. Как ощущает себя на публике, потому что публичное признание очень для многих важно. Это статус. Каким клиент себя ощущает в этот момент? Сам для себя. То есть, насколько он крут, насколько девушка ощущает себя сексуальной, желанной, женственной. То есть, красивой леди. Что ему это дает? Потому что нужно всегда продавать результаты результата. То есть, если клиент хочет похудеть, то он хочет ваш продукт не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы удивить подруг в отпуске. Это результат результата. Либо, к примеру, финансы. То есть, не просто, чтобы у него были деньги. Он же их не просто так положит себе под кровать и будет на них любоваться. Он что-то на них купит. И он получит эмоции. Вот как раз это результат результата. Или, допустим, если вы стилист, имиджмейкер, бьюти-индустрия, то опять же таки, девушка делает ногти, ресницы, губы, не знаю, прическу, моделирует свою фигуру не для того, чтобы просто была. Но даже здесь это результат результата, потому что губы и фигура не просто так, а чтобы себя определенным образом чувствовать. Это опять же таки результат результата. Что ему это дает? Каким окружающие его будут видеть в этот момент? Это тоже очень важно. Потому что это опять же таки общественное признание. Это очень важно. Особенно если вы работаете, допустим, со спикерами. Если вы ставите голос, если вы работаете с имиджем, если вы работаете со стилем, если вы проводите обучение, как вести себя на мероприятиях и на сцене, то есть артистизм. Таким образом вы повышаете его уверенность в себя на мероприятиях. Через это он сможет зарабатывать больше. И опять же таки, если вы, к примеру, проводите обучение, как работать с голосом, чтобы лучше его слушали, чтобы его более интересная беседа била. Это не просто работа с голосом. Результат результата – это конверсия в продаже. То есть работа с голосом позволит ему больше зарабатывать. И опять же таки, возвращаемся, как я на прошлом обучении рассказывал, что лучше всего продает секс и деньги. Так вот, здесь, допустим, важно подвести либо к первому, либо ко второму. Если, допустим, бьюти-индустрия, либо фитнес, либо что-то еще, это ближе к сексу. То есть для того, чтобы на девушку смотрели, либо на мужчину смотрели, хотели. Возможно и деньги. Потому что люди, которые лучше выглядят визуально, если у них хорошая фигура, они подтянуты, то таким людям больше доверия. Возможно, и вы это замечали, но даже ученые это подтвердили. То есть по статистике, людям, которые следят за собой, им больше доверяет аудитория. И таким образом у них больше покупают. Вот и здесь также. То есть вы подумайте, как ваш продукт приводит либо к деньгам, либо к сексу. И таким образом вы сможете очень быстро закрывать людей. Потому что на самом деле либо первое, либо второе. Также спрашиваем, какие близкие родственники воспринимают его результат? Непосредственно. Как они видят этого человека? Потому что очень многим важно признание супруги, родителей, детей, либо жены. Потому что у многих с этим есть тоже определенные сложности. И таким образом вы закрываете основные триггеры. Эмоции, публика, ощущение самого себя, что ему это дает, результат результата, окружающие, социальные доказательства и близкие родственники. Это вот прям огонь. Через это вы сможете продать практически все. И более подробно вы сможете по QR-коду получить непосредственно слайды с тем, как продавать пошагово. То есть можете перейти и скопировать себе. И так далее. Продолжение следует... Почему он продолжает? Продолжение следует... Продолжение следует...